блин него это просто красава это не машина это это ракета просто это просто ракета вот такой перекос тут у нас блин ветер монстр просто уазы конечно это не то все приехали выходим или тут глумимся за пар пошел красиво блин шо очканул это те не чай пить блин в теплом офисе шикарные места опять это же место загибло сейчас паша заройтся хочет так бородач разматывает чтобы яму туда заехать не хватает сцепление поверхностью что хотел скрыться до а я поймал так и белая видел а тоже поедешь задним давай я умею так и могу тебя консультировать что щелкнула что-то сейчас я посмотрю есть задний кардан пока есть да тут замылился ты жестко я тебя скажу так ну что у вас на месте паша едет надо лениво якорить наверно будет или уазом пусть подъедут так съехал в яму ну там шансов больше давай сейчас должна пойти что не держит да да шо ж такое где ты видишь ехан и бабахи лопнули тормоза нормально есть динамика паша дёргнешь динамикой ну короче все конец фильма такой пырскает отсюда где-то и шо делать теперь слышь я могу задним ходом ехать и тебя тормозить кстати мы новые колодки с утра поставили а ты спереди с фарами будешь так бородач лично взялся за ремонт говорит сейчас молотком голыми руками и молотком починю а руками в рукавице давай не очкуй это жесткий да парень он кстати сейчас молотком может на нас ломануться так что вы будьте готовы убежать это лучше рядом не стоять да да тем более у меня икра может блин ломануться с молотком вот икорка видно что ты в детстве а что с тобой стало что ты тормозишь да а ты когда он тормозит уже не тот он да он без тормозов конечно да красиво подожди первый раз не успел снять как полностью ты перелазишь красиво вот и экшен ты понял мы сверху пролазим он подни снизу под тросом вообще насколько на сколько с нами разные люди да я как-то на уазовской станции пацаны приезжаю вечером и на луазовской на уазовской а уазов редуктор в патриот вкидывает а на земле происходит Леха Сокол он такой по 2 метра роста и там что-то ковыряется я говорю Леха что ты ковыряешься давай я я просто на коленках подлез редуктор туда закинул чуть на работу не взяли сложно Паша починил починил машину голыми руками в перчатках и молотком желтым молотком по цвету куртки а стой 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 не расклепал свернул не изолента если что нет синяя ну да увета ля изолента хорошо что машина такая чтоб есть где клепать хорошо когда навыки наработанные пошел опять на тест драйв стой попробуй давай дай человеку самоутвердиться да он знаете ребёнки ремонтируют знаете только прячься да где машина в продаже что жалеть уже продал уже а где она это крови-то да говорит треподоры и на более шо идет давай чего ты продал уже тяни так я еще не начало тащить даже странно неожиданно так двумя лебедками должно получиться не пока что-то они едут они едут вдвоем к нему еще лебедки еще лебедки а и течет там нет стартер не крутит а стартер сломался да сейчас нивой тебя заведем не очкуй мы на белой ниве нам нечего бояться вета леди сюда у тебя хорошее зрение клеммка со стартера слетела с той стороны блин ты не знаешь где у тебя стартер блин не ломается вето ли я не вижу тут так это наш ван дам практически голыми руками сейчас даже без молотка починить это вот типа провод да один блин да я посмотрю нашел фишка слетела ну да фишку одень нет подожди не одел он он первый раз тойота увидит ван дам ван дам блин ну ван дам местного значения давай чини вот эти шланги мне нравятся смотри да как мэдмакс да провод с фишкой надо на втягивающий одеть блин сразу конструкцию машины узнают хорошо же ты с нами поехал или мы с тобой что за элька была там не знаю не знаю починил вот это красавчик вот так вот блин в хаммере иди посмотри так ну вытащат они сегодня этот уаз ё-моё не а едут к нему вдвоем нужен якорь давай за дерево за якорим так сейчас переедем размотаем замотаем и вытащим красивые места елочки сейчас за якорим за дерево и будет все нормально держи держи дерево держи рукой держи вверх за верх держи я Руслана обманул обманом забрал у него камеру всем привет фолловеры с вами Андрюха сапровод бразерс видимо Руслан как в старые добрые времена штурманит они снимают контент в общем тут мы якорим за дерево хорошо на бомбу Руслан руководит процессом давайте посмотрим эти редкие кадры когда Руссик активничает ему уже стукнуло стоов родных лет Паша через кущи пробирается чтобы заикариться ребята с утра спрашивали как на УАЗах везде проедут везде молодцы проехали я рекламировал канал Афроуд Бразерс тикток Афроуд Бразерс инстаграм Афроуд Бразерс друзья подписывайтесь нужны подписчики подписывайтесь подписывайтесь смотрите какая артикуляция у бомбы как ход подвесочки я уже сказал третий раз это опоздал да сорвет он это просто УАЗ называется ну бывают у нас такие ситуации просто прилипы все Паша привязан к дереву там такая правда веревка не знаю как ее назвать специфическая она пока не двигается у меня порвалась веревка смотри как он снова из тропы идет обреченно идет ну Веталь а что другого выхода нет держись давай не очкуй оп сидит хорошо все пошел сорвали посмотрите какая там жесть колеса просто глушителем уперся сорвал глушитель видно ну уже сделали спорткар ну сразу надо было динамику взять и не мучаться все получилось ну у нас по другому не бывает просто бывает чуть дольше так там что-то висит глушитель штаны вырвали все не на сухое надо назад тебе дальше еще да а вы думали все уже что вернуть хотят верните значит это сапоги у вас такие невысокие давай 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 Да, там вся конструкция висит. Жестячок. Это не с коллектором. По гофрам оборвало. Такая конструкция тут серьезная. Так, Паша там где сидел. Уазик мне. Проскочил мимо. Мы в обратный путь. Разворот Нивы на танковый. Бородач уехал. Электроусилитель стоит. Номера красивые. Да, просто Нива. Красивая. Что, туда поедем? Нашел альтернативный маршрут. Ну да. Смотри, я. Давай. Да, Нива это... Это серьезный аппарат. Так, нам пишет 8 минут 3-4 километра. Это по кругу. А тут направо нету, где посадить? О, все. Мы встали на нормальную дорогу. О, там стреляют уже. Да? Да. Постреливают. Ну там они... Они, наверное, Нивы не любят. Полюбят. Вот так мы сейчас и домой будем. Кстати, нам надо будет найти дорогу где-то вот эту. где-то нам сюда и в лагерь. По направлению мы четенько идем. Ну, есть влево. Давай нормально. Четко на лагерь идем. В принципе, правильно вроде. Хорошая тоже такая дорога, смотри. Лесная, ну... Такая четкая. Для джип-спринта. То, что доктор прописал. Животины опять мусор выбросили. Где-то должно быть скоро направо. Где-то, где-то, где-то. Должна быть правый поворот. И мы попадем на лагерь. Да, передом, когда едешь, конечно, намного легче. Так, ищи правый поворот. Вот он есть. Вон столбик ниже. Вот это мы сейчас четко в лагерь попадаем. Вот. Четко-четко-четко направо. С заносом зашли. Опа, осторожно. Здесь неровная дорога. Стреки, бугорки, дрова. Четкие места. И мы уже в лагере. Понял? Мы же так могли и туда попасть, да? Вообще да. А мы вокруг как лошары по асфальту. Но ничего. Результат достигнут. Мы подтвердили. Да, мы почти при... Стой, 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 стой. Вон правый поворот, кажется. А, вон машины стоят. Видишь? Да. Правый поворот где-то здесь, да. Видели, как четко мы выехали? В общем... У меня понял? Просто по лесу ездит. Тогда я быстрее нахожу. У меня право. Что-то навигация в одном из телефонов. И в одном из телефонов навигация неправильно. Понял, как он рядом был тут? А мы поехали так далеко, петляли. Так мы, кстати, сейчас и поедем. Поедем вечером так домой. Все, мы опять на месте. Так.